В Китае прошла всемирная конференция по искусственному интеллекту WAIC 2024. Её ключевой темой стал искусственный интеллект для всеобщего блага. Также большое внимание было уделено робототехнике и беспилотному вождению. Выставка технологий приуроченной конференции собрала более 500 участников, среди которых были не только китайские, но и зарубежные компании, включая Apple, Microsoft и Tesla, которая привезла своего новейшего робота Optimus Gen 2 и Кибертрак. Однако лидировала по количеству экспонатов бесспорно Поднебесная, представившая более полутора тысяч роботов, продуктов и моделей, связанных с ИИ. Смотрите самый полный обзор всех новинок WAIC 2024 в одном видео. Погнали! Сам Китай на WAIC 2024 поставил рекорд по представленным технологиям. Почти сотня крупных языковых моделей, 50 совершенно новых продуктов и 18 гуманоидных роботов. Сегодня в Поднебесной пытаются создать экосистему талантов в области искусственного интеллекта, в том числе учреждая различные премии. Только на WAIC ежегодно проходит Superior AI Leader Award, WAIC Young Fun Award, First Best Practices of Applied Algorithms, Youth AI Innovation Competition, P.O.N. Large Model Challenge. И всё, чтобы поощрить молодёжь заниматься AI. IT-образование развивается не только в Китае, но и у нас. Например, Центральный университет в Москве – это современный ВУ, созданный при поддержке ведущих компаний, среди которых, например, Т-Банк. Здесь, наряду с преподавателями МГУ, Высшей школы экономики и РЭШ, практики студентов обучают ведущие специалисты отрасли. Сейчас в университете уже учатся два потока магистрантов. Ребята постоянно выигрывают хакатоны и устраиваются на престижную работу. Если вы тоже задумываетесь об образовании в сфере IT и бизнеса, изучите программы Центрального университета. До 15 августа там открыт приём заявок на обучение в магистратуре по направлениям продуктовая аналитика, машинное обучение, продуктовый менеджмент и бэкэнд-разработка. Обучение адаптировано под запросы компаний с большим акцентом на практику. Студенты создают реальные проекты для компаний-партнёров, пробуя себя в роли миддл и сеньор-специалистов. Отдельно стоит отметить очень удобный формат – очное образование с вечерними занятиями, которые транслируются онлайн. При этом есть кампус и общежитие в Москве, а также все льготы и отсрочки. Выпускники университета получают диплом о высшем образовании государственного образца и гарантии трудоустройства в течение года. Для поступления на магистратуру нужно заполнить анкету по ссылке в описании, пройти онлайн-тест и собеседование. Комиссия оценивает не только знания, но также мотивацию и лидерские качества абитуриента. При этом поступать можно уже с третьего курса бакалавриата. По итогам собеседования вы можете получить грант, который компенсирует до 75% от стоимости обучения. Основное количество грантов комиссия выдаст до 21 июля, поэтому стоит поспешить. Изучите магистрские программы Центрального университета по ссылке в описании. Заполняйте анкету на поступление и не упустите возможность получить образование в сфере IT и бизнеса со скидкой до 75%. В Китае сегодня работают десятки помощников с искусственным интеллектом, основанных на больших языковых моделях. Например, Alipay, разработанный Ant Group, который предлагает более 8000 услуг в таких областях, как путешествия, здравоохранение, госуправление и финансы. Или ИИ-помощник для программистов Tongue LingCode от Alibaba, который владеет более чем сотней языков программирования, помогает писать, читать, отлаживать и оптимизировать код внутри компании. У него даже есть собственный идентификатор сотрудника. На сегодня Tongue LingCode загружен пользователями более 3,5 миллионов раз. Одновременно в Китае идёт волна недоверия к генеративному ИИ. Так, во время конференции популярный в Поднебесной научный блогер доктор Тан Чен из Института нейронауки Китайской академии социальных наук выразил пожелание, чтобы ИИ был более скромным. Например, если вы зададите ИИ профессиональный вопрос, а он не знает ответа, он должен просто признать это, а не генерировать бессмысленный контент, говорит Чен. Идём дальше. Клинк AI объявил на конференции о значительном обновлении своего ИИ для создания видео по текстовому описанию. Скоро на китайской платформе QI Show пройдёт премьера первого кино в стиле фэнтези, созданного с помощью одноимённого ИИ-компании. Клинк обещает сделать нейросеть доступной для всех, и в очереди на тестирование уже стоит полмиллиона желающих. Кстати, всего в Китае сегодня насчитывается более 4,5 тысяч компаний, занимающихся ИИ. Рынок AI в стране оценивается в 580 миллиардов юаней, или более 80 миллиардов долларов. Для сравнения, рынок гуманоидных роботов в Поднебесной в этом году должен достичь всего лишь 2,8 миллиарда юаней, или 380 миллионов долларов. Хотя к концу десятилетия в стране надеются вырастить его до 75 миллиардов юаней, заняв треть мирового рынка. При этом сегодня в стране более 25 тысяч компаний, занимающихся робототехникой. Для стимулирования такого бурного развития в стране создаются национальные научно-инновационные центры, к которым относится и Humanoid Robots Limited, представивший на WAIC 2024 первого китайского полноразмерного универсального полностью электрического гуманоидного робота с открытым исходным кодом. Kinglong ростом 185 сантиметров и весом 80 килограммов, по словам разработчиков, поддерживает многомодальную мобильность восприятия взаимодействия и манипуляцию. У робота заявлены 43 активные степени свободы, максимальная моментная сила в суставах 400 ньютон-метров, а вычислительная мощность 400 топс. Что ещё рассказали и показали создатели робота. Kinglong умеет довольно быстро ходить, избегать препятствий, подниматься и спускаться по холмам. Также робот должен выдерживать пинки от человека и уметь работать руками. Также компания запустила сайт для создания сообщества разработчиков, так как робот с открытым исходным кодом и ждёт энтузиастов, готовых научить его новым задачам. Самое интересное, что Humanoid Robots есть план выпускать по новому роботу каждый день. Надеемся, что это будут новые и более продвинутые версии, так как пока Kinglong выглядит не очень убедительно. Уже в следующем году Humanoid Robots Limited планирует разработать 100 сценариев для обучения робота и сбора данных, а к 27 году таких сценариев будет более тысячи. Это означает, что в инновационном центре будут одновременно обучаться тысячи роботов. Зная трудолюбие китайцев, они вполне смогут это реализовать. На WAIC 2024 был не только Kinglong, а настоящий парк китайских гуманоидных роботов, и среди них как будто случайно затесался единственный и неповторимый робот Optimus Gen 2 от Tesla. Интересно, что единственный представитель гуманоидной робототехники из США стоял за стеклом в величественной неподвижной позе, и всё равно к роботу выстроилась длинная очередь за селфи. Также на выставке был представлен Tesla Кибертрак, и к нему очередь была не меньше. Кстати, на WAIC должен был выступить сам Илон Маск, но что-то не срослось, хотя на предыдущих двух конференциях он присутствовал. Правда, в онлайн-формате. Вернёмся к пароду китайских гуманоидных роботов. Так, компания FD Robot демонстрировала на выставке своего робота T-LiBot, заявив, что это одно из её самых проворных творений. Робот с 71 степенью свободы оснащён сенсорными технологиями, включая 3D-зрение и LiDAR, которые обеспечивают точное картирование окружающей среды и распознавание объектов для избегания препятствий. Также у робота есть обратная силовая связь и голосовое взаимодействие. Оценить это на WAIC было трудно, так как робот только махал руками и ногами на шесте. При этом представитель компании признал, что внедрять роботов пока сложно из-за высокой стоимости. Например, T-LiBot в зависимости от сложности функции стоят от 500 тысяч до миллиона юаней, то есть от 70 до 140 тысяч долларов при комфортной рыночной цене для предприятия порядка 30 тысяч. Также на выставке можно было заметить роботов шанхайской компании Fourier Intelligence, которые, кстати, уже производятся серийно и продаются, о чём мы рассказывали в выпуске по ссылке в подсказке. Однако из-за стоимости рынок роботов в Китае развивается медленно, и это действительно проблема. Хотя на конференции многие говорили о том, что человекоподобные машины уже используются в стране в таких секторах, как образование, развлечение, здравоохранение, уход за пожилыми и фабричное производство. Они всё ещё находятся на стадии лабораторных исследований, пока не приносят прибыли. Например, китайская компания UBITEC Robotics при общих объёмах продаж 760 тысяч роботов смогла реализовать всего 10 единиц гуманоидного робота Walker, который стал коммерческим уже несколько лет назад. Сейчас UBITEC разработала новую версию с приставкой S для заводов и реализует с ней пилотные проекты как минимум с тремя автопроизводителями, включая Volkswagen. Alemics Dynamics не потащила на WAIC своего гуманоида, хотя он у них есть. Компания сделала другой ход. Запустила бегать по выставочной площади своего шустрого малыша P1. Робот легко ходит по любой местности и выдерживает все тяготы, которые случаются по дороге от грязи до недружелюбия людей. У робота высокопроизводительные модули сустава, высокочастотная связь в реальном времени и простые интерфейсы разработки ПО. Всё это делает его идеальным подопытным шагоходиком для разработки управления двуногим передвижением. Идём дальше. Galaxy Universal представила своего робота Galbot J1. От других гуманоидов его отличает конструкция рук с размахом 190 см и доступной зоны работы до 240 см. Чтобы сохранять равновесие при таком размахе, робот установлен не на ножки, а на платформу, на которой он может складываться и тянуться вверх, расширяя диапазон движения. Data Robotics привезла на WAIC 2024 обновлённую версию сервисного робота XR4. У гуманоида, традиционно зажигающего на каждой выставке роботов в Китае, появились ноги, а руки были доработаны, чтобы служить не только для красоты, но и для дела. По словам компании, робот умеет не только делать кофе, но и способен аккуратно обращаться с куриными яйцами и даже печь хлеб. Скорее всего, лишь с использованием хлебопечки. На WAIC 2024 была большая зона VR и AR технологий, которые весьма распространены в Китае, например, в сфере недвижимости. Виртуальные туры по домам и квартирам практически полностью вытеснили реальные осмотры, по крайней мере, на этапе первичного осмотра. Китайцы вообще энтузиасты новых технологий, однако в VR и AR даже они не слишком жалуют очки и гарнитуры, предпочитая использовать технологии на смартфонах. Также прямо на выставке Шанхай выдал первую партию лицензий на демонстрационные приложения для беспилотных интеллектуальных сетевых автомобилей, то есть лицензий для настоящих беспилотников, не требующих присутствия человека в машине. Не зря снаружи выставочного комплекса была зона для робомобилей Pony AI и SAIC AI Lab. Там можно было увидеть их действия в смоделированных сложных дорожных условиях. На WAIC дебютировал пятиместный дрон Autoflight. Пилотируемый электрический летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой в начале февраля, между прочим, установил мировой рекорд по самому длительному полёту электрического EVTOL, преодолев 250 км на одном заряде. Оснащённый десятью подъёмными винтами и тремя толкающими винтами с аккумулятором ёмкостью 160 кВт в час, он может поднимать груз весом 350 кг и развивать скорость до 200 км в час. А ещё аппарат довольно тихий, во время зависания он производит всего 65 дБ. Ну что, вернёмся к гуманоидным роботам. Университет Фудань представил на конференции один из самых странных экспонатов робота с эмоциональным лицом для домов-престарелых. Интересно, что робот Гуангуа был единственным на WAIC, разработанном именно университетом. Также на конференции засветился робот Геноид от Кюинбао. Он, или она, приветствовал посетителей. Интересно, что Кюинбао – дочка компании Hair, и основным видом её деятельности является производство роботов-пылесосов. Роботера привезла своего гуманоидного робота X-Bot L, который прославился благодаря прогулке по великой китайской стене. Подробности смотрите в выпуске по ссылке в подсказке. Был и робот K1 от Kepler Pioneer. Впервые он, кстати, появился на выставке электроники CIS 2024 в США. Kepler фокусируется на неокр – производстве и создании экосистемы приложений универсальных гуманоидных роботов. Однако недавно целью компании стала разработка андроида, который можно было бы массово производить по цене 20-30 тысяч долларов. Лей Чжу представил робота Куауо, который работает на базе большой языковой модели Pengu, китайского техногиганта Huawei. У робота операционная система с открытым исходным кодом, так что основным предназначением Куауо называют исследование. Также были Expedition A2 от EdgeBot, который выделяется на фоне других конструкций НОК, напоминающей строение НОК-страус. Живая Тробатикс привезла своего робота X-02 Lite, который пока выглядит совсем примитивно, как и многие его коллеги. Отчасти это объясняется тем, что компании и года нет, как, кстати, ряд других стартапов с выставки. Не обошлась экспозиция без выступлений ловких робособачек от Ziprobatics, которые совсем недавно научились ходить на двух ногах и даже сохранять равновесие, когда злые люди их пинают. Как вам выставка роботов и искусственного интеллекта в Китае? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий.